МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! На телеканале Брянская губерния информационная программа события в студии Ольга Ловина. Сегодня выпуски. Брянск стародавний в поселке Радеца Крыловка. Прошел исторический фестиваль. Здесь есть воины, ремесленники и различные мастеровые площадки. Первая волевая победа. В состоянии ли новый старый тренер вывести нашу команду в лидеры? Мы ему верим. И верим в блязгодинамо. Пытки в интернате. Прокуратура проверяет достоверность выложенных в сети материалов. При необходимости будет принят весь комплекс мер прокурорского реагирования для защиты прав пациентов, а также пресечению выявленных нарушений. Туризм в Центральном федеральном округе. Этой темой было посвящено большое совещание при полномочном представителе президента России в ЦФО. Брянскую область на рабочей встрече в Троице-Сергиевой лавре представили губернатор Александр Богомас и председатель регионального парламента Владимир Попков. Развитие туризма – это не только сохранение исторического и культурного наследия, духовное обогащение, но и дополнительный фактор роста экономики регионов. В этом уверен полномочный представитель президента России в ЦФО Александр Беглов. По оценке экспорта каждый турист приезжает в регион, поддерживает не менее трех рабочих мест. И несмотря на непростую экономическую ситуацию, по росту числа рабочих мест отрасли занимает ведущие позиции. Александр Беглов отметил, что 9 субъектов России участвуют в федеральной целевой программе развития внутреннего и въездного туризма, в том числе и Брянская область. Только за прошлый год туристический поток в нашем регионе увеличился на треть. Чем больше мы будем общаться с нашими соседними регионами, республиками, странами, тем, наверное, успешнее будет развиваться наша Брянская область. На совещании говорили и о развитии межгосударственного туристического сотрудничества Брянской области. Вместе с белорусскими коллегами разрабатываются трансграничные маршруты, укрепляющие общие традиции, патриотические и духовные ценности. У Брянска, конечно, есть перспективы, потому что, мы знаем, это красивейший регион. Достаточно перечислить, далеко не полный перечень. Это усадьба Тютчево, это Хацунь, это партизанская поляна. Это то, что для людей очень интересно, и это уникальный регион Брянской области. Я думаю, что это только начало. Артемий Маркелов, Владимир Сидоров, события Московской области. 18 домов культуры в Брянской области впервые за долгое время увидят ремонт и пополнение материально-технической базы. Это стало возможным благодаря партийному проекту «Единая Россия. Местный дом культуры». Предварительные итоги реализации программы в Брянской области подвели на расширенном заседании Общественного совета партийного проекта. На заседании Общественного совета депутат Госдумы Валентина Миронова, координатор проекта в нашей области, представители региональной власти, руководители домов культуры обсуждают реализацию масштабной программы. Главная задача была создание материально-технической базы. И вообще проект исходил именно из этого. Но когда мы пошли уже непосредственно в дома культуры, мы увидели, что они не ремонтировались десятилетиями. И поэтому, конечно же, сейчас текущий ремонт, он стоит во главе угла. В этом году 18 домов культуры принимают участие в программе. Шесть из них уже завершили конкурсные процедуры и приступили к ремонту. А некоторым даже удалось и расширить фронт запланированных работ. Создалась экономия, на которую мы планируем отремонтировать танцевальный зал Дворца культуры. Так что еще раз большое спасибо нашей партии за такой проект, за то, что обратило внимание на дома культуры. Более 30 миллионов рублей выделено на реализацию проекта в регионе. Ремонт объектов находится под неусыпным контролем властей. Еженедельно собирается информация, проводятся совещания с должностными лицами. Формат совещаний разнообразный, как в департаменте культуры, так и с выездом на место, для того, чтобы и проверить своевременно конкурсную документацию, ход выполнения работ. Реализация проекта намечена до 2019 года. Причем муниципальные образования смогут поучаствовать в нем не единожды, но каждый раз с новым Домом культуры. Артемий Маркелов, Владимир Шалободов. События. Брянск. Автоинспекторы и активисты движения «Молодая гвардия» провели совместную акцию. Направлена она на профилактику ДТП с участием пешеходов. Водители с помощью активистов молодежного движения «Молодая гвардия» размещали на своих транспортных средствах стикеры. Я пропускаю пешеходов, я вежливый водитель и я уважаю пешеходов. Всем рекомендовали использовать свето-возвращающие элементы. Во время перехода проезжей части не отвлекаться на посторонние вещи, например, телефон или плеер. А для увеличения обзора всем посоветовали снимать капюшон, и это также позволит избежать аварии. Встретились сотрудники полиции с детьми. Им напомнили, как обезопасить себя на дороге, и вручили памятки «Юный пешеход» и «Учись быть грамотным пешеходом». В открытом доступе в сеть интернет появилось видео пыток над пациентами Трубчевского психоневрологического интерната. Этот материал вызвал большой резонанс. Достоверностью видео заинтересовалась прокуратура. На видео пациенты Трубчевского психоневрологического интерната. Они прикованы цепями к стенам и другим конструкциям. Есть пациенты абсолютно без одежды. Некоторые жалуются на холод. Сейчас важно понять, достоверно ли видео. В ходе проверки будет дана оценка событиям, изображенным на видеозаписи, соблюдению прав пациентов психоневрологического интерната, а также действием либо бездействию соответствующих должностных лиц медицинского учреждения. При необходимости будет принят весь комплекс мер прокурорского реагирования для защиты прав пациентов, а также пресечению выявленных нарушений. Ход и результаты проверки находятся на контроле прокурора Брянской области Александра Войтовича. Сейчас совместно с сотрудниками прокуратуры следователи уже начали проверку в психоневрологическом интернате. Об итогах проверки мы расскажем в наших последующих сюжетах. Андрей Мамошин при поддержке Пресс-службы прокуратуры Брянской области. Служить и защищать. Будущие бойцы Росгвардии приняли присягу в исторически важном месте, на партизанской поляне. Присяга само по себе важное событие для военнослужащих. И особенно важно, когда это происходит на историческом месте. Это место выбрано традиционно. На этом месте люди, сотни людей Брянской области, гостей города Украины, России, Белоруссии приходится на святое место. Поэтому я считаю, что традиции великих наших ветеранов должны соблюдаться. Настоящими бойцами стали 21 новобранец. Кто-то пришел после университета, кто-то после техникума. Некоторых призвали после школы. Но неизменно одно – все они готовы служить. Рядовой Казаков был признан в армию, в национальные войска. Готовился физически, морально и готов защищать Родину. И остаться по контракту. С трибуны звучали речи не только командиров, но и самих ребят. Поздравляю вас от имени призыва 1-2017 с этим знаменательным днем. Клянемся добросовестно и доблестно исполнять свой воинский долг. После торжественной церемонии военнослужащие смогли пообщаться с родными и близкими. Игорь Умаров, Владимир Жиловодов, События Брянский район. Дух времени, сражение и ремесло. В поселке Родицыкрыловка прошел юбилейный пятый фестиваль средневековой истории и культуры Брянск-Стародавний. На подходе к городищу палатки со славянскими украшениями. У стен сооружения копейщики, рядом лучники. Они показывают, как правильно держать лук и натягивать тетиву, чтобы не ушибить пальцы. В каждом из нас скрыт какой-то древний воин. Потому что что женщины, что мужчины очень любят оружие. А такое первобытное, которое идет с древних веков, оно, наверное, вообще изумительно. Оно дает кучу эмоций, кучу впечатлений. Мне очень понравилось. У городищенских врат выставка археологических находок древнего оружия. Клинки, пики, топоры и многое другое обнаружено на территории области. Рядом раздувает меха кузнец из мастерской «Брянский коваль». В его руках заготовка дамасского меча времен викингов. В течение фестиваля я показываю, как это все раньше делалось, как это все вытягивалось, как это все варилось. Собирался пакет меча. На данный момент пока оттянута одна часть. То есть это будет центр, который будет закручиваться. Потом будет оттягиваться вторая часть, которая будет такая же палочка, закручена в другую сторону. То есть получается рисунок типа елочки, на которой наваривается высокую геродистая кромочка стали. В самом городище расположились ремесленные палатки и мастерские. Одна из таких посвящена натуральным красителям для одежды. Все наши костюмы тоже окрашены натуральными красителями. Соответственно, мы сами практически экспонаты к тому мастер-классу, который мы представляем. У нас еще есть береза, у нас еще есть крапива, у нас еще есть тысячелистник, припомню, еще ольховые шишечки. То есть все, что собрано непосредственно на территории Брянщины, буквально за этот сезон. Смоленский клуб исторической реконструкции «Драконной морей» представил аутентичную готовку. Девочки готовят у нас похлебку из чечевицы и курицы. Это тоже все были доступные продукты. Лук и настоящий смалец. То есть это растопленный свиной жир с различными приправами, луком. Все это намазывается на хлеб, очень питательно и в прохладную погоду, особенно в походах, так согревались люди. Вот пища очень доступна и вот все вот это вот было раньше. Фестиваль «Брянск-Страдавний» – способ погрузиться в атмосферу прошлого, ощутить дух времени и узнать, как жили наши предки. Каждое дерево не может жить без корней, любой народ не может жить без своей истории. Поэтому впечатление очень позитивное, очень хорошее, очень много людей, очень много людей, которые увлекаются историей нашей страны. Исторический фестиваль сложно представить без воинских сражений. Тем более, что все мечи, щиты, копья и кольчуги – полновесные, такие же, как и в древности. Нам очень понравилось здесь, здесь очень шикарно, везде обстановка хорошая. Катались, гуляли, везде все посмотрели. Очень замечательно, нам не очень нравится. Все бесплатное. Нам очень понравились герои праздника, зрелищно. «Побольше бы таких праздников было, и вот, чтобы наше поколение молодое знало свою историю Руси, как это все выглядит, как это все готовится, как… ну, красиво, что я еще могу вам сказать». «Все очень позитивно, здорово, несмотря на погоду, людей очень много пришло, понравилась, ну, организация достаточно хорошая все, ну, и прекрасно, что ребята этим занимаются и провокандируют нашу историю, это очень радует». «Очень понравилось мероприятие, очень много развлечений, очень много ремесел, все очень здорово». Прикоснуться к истории, ощутить дух времени, поучаствовать в исторической реконструкции и поучиться у наших предков можно здесь, на фестивале «Брянск-Страдавний». Всего в исторических реконструкциях участвовало порядка 50 человек. По словам организаторов, это самый массовый фестиваль. Игорь Умаров, Владимир Шлободов, События Брянск. Все по-новому. Брянские «Динамовцы» провели первый домашний матч сезона. На этого события болельщики ждали с нетерпением. Новый тренер, фактически новая команда и даже обновленная форма. Нужно отметить, сине-белые не разочаровали своих фанатов. Уже в первом поединке на родном стадионе наша команда одержала волевую победу над Смоленским центром развития футбола и вышла в 1-64 финала Кубка России. Старт сезона всегда праздник, особенно для болельщиков. Позади несколько месяцев томительного ожидания новостей и стана команды, слухи, трансферы, контрольные матчи. И, конечно, надежды. Надежды на то, что именно в этом сезоне сине-белые вернут себе былую славу. Ждем победы и дальнейших успехов. Пусть побеждает и всегда выигрывает. Победы ждем от команды. Только победы. Я жду новых побед. Я хочу, чтобы они стали чемпионами. Мы хотим повторения в ФНЛ. А что еще ждать от команды? Только успехов от любимой. Уже 40 лет болеем, 40 лет болеем, 40 лет ждем. Когда-то ж мы должны дождаться. Только победы. В итоге рекордные для последнего времени почти 6 тысяч болельщиков создали на Брянском стадионе под забытую уже атмосферу настоящего футбольного праздника. Большое спасибо за ту огромную поддержку, которую оказали зрители, болельщики «Динамо». Я думаю, что игроки чувствовали всю эту поддержку на протяжении всего матча. И это плюс дополнительной игру. С помощью поддержки Брянский «Динамо» покажет тот результат, который достоин. У команды есть задача. Задача в этом году выйти в ФНЛ. Как эта задача будет осуществляться, посмотрим. Но на самом деле до ребят, до всех доведено. У них энтузиазм. Для решения этой серьезной задачи в Брянск был приглашен хорошо знакомый болельщикам Саферби Ешугов. Тренер, с именем которого связаны самые яркие страницы новейшей истории «Динамо». Это человек, который много лет и много сделал для нашей команды Брянска. Мы с ним не поговорили перед игрой. Он так уверен в том, что можно восстановить то утраченное, что было. Мы увидели какую-то новую команду, которая чего-то хочет добиться. А тем более, что ее возглавляет Саферби Бачмизович, которому мы верим, которому мы помним, которому мы знаем. Мы ему верим. И верим в Брянское «Динамо». Команду новому старому главному тренеру пришлось собирать практически с нуля. В итоге в стартовом протоколе любители футбола смогли отыскать лишь пару знакомых фамилий. Игрокам еще предстоит сыграться и привыкнуть к поддержке брянских трибун. Пока же в действиях футболистов была заметна нервозность. Именно этим можно объяснить эпизод с пропущенным «Динамо» голом. В безобидной ситуации Еркин срезал мяч в свои ворота. Правда, раздосадованному таким дебютом на брянском стадионе «Новобранцу» «Динамо» потребовалось всего 4 минуты для того, чтобы реабилитироваться перед партнерами и местной торсидой. 1-1. Динамо! 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 Пытаясь переломить ход матча, во втором тайме Ешугов выпустил на поле сразу двух быстрых нападающих – Маслевского и Шилютова. Слаломный проход последнего на 70-й минуте в итоге стал ключевым эпизодом матча. Форварда хозяев остановили не по правилам и судья указал на точку. В оставшееся время смоляне отчаянно пытались отыграться и, нужно признать, имели несколько очень неплохих моментов. Но в воротах «Динамо» в этот вечер блистал не только яркой формой молодой голкипер Алексей Кузнецов. В итоге 2-1. «Динамо» выходит в 1-64 финала Кубка страны, где «Синебелых» ждет встреча с футбольным клубом «Псков-747». Хозяина поля в этом матче определит жребий. Хочу поздравить всех болельщиков «Брянского «Динамо» с открытием и начала сезона. Хочу сказать, что вот на этой игре было видно, что действительно «Брянская «Динамо»» команда, которая не безразлична региону. Дмитрий Кузнецов, Анатолий Чикрыгин. События. Брянск. Активисты Общероссийского народного фронта совместно со стрелковым клубом «Брянск» организовали спортивный фестиваль под открытым небом. 40 человек приехали на состязания по стендовой стрельбе и дартсу. И все они необычные спортсмены. В региональном отделении Общероссийского народного фронта уделяют особое внимание проблемам граждан с ограниченными возможностями. Это и контроль за выполнением государственной программы «Доступная среда» и другие мероприятия, которые помогают адаптации инвалидов в обществе. Спортивный фестиваль в стрелковом клубе – одна из многих инициатив ОНФ. Люди с нарушениями опорно-двигательного аппарата – особая категория спортсменов. Их объединяет любовь к активному образу жизни. Именно поэтому они так ждут любой возможности проявить свои силы в спорте. Когда что-то не получается, они не сдаются и пробуют снова. Но если пуля попадает в мишень, это настоящая победа. По твоей команде «Дай» полетит мишень. Здорово, что второй раз мы проводим на территории стрелкового клуба такие дружеские соревнования, в которых участвуют три команды. Это команда «Аноцентра мультации инвалидов», которую я представляю, и «Триумф», и команда «Пересвет». Что, в частности, дает это нам? Как бы дружеское общение, дружеское плечо. Да и вообще, это просто драйв. Это только надо попробовать, побыть здесь и окунуться в эту атмосферу. На соревнованиях спортсмены состязались не только в составе команд, но также боролись за число попаданий в личном первенстве. Впечатления только положительные. Хочется надеяться, что и впредь эта инициатива не заглохнет и будет развиваться. И как можно больше различных организаций инвалидов с районов области будут принимать участие в данном фестивале. Подобные мероприятия мы организовываем регулярно и приглашаем инвалидов, ведущих активный образ жизни, с поражением опорно-двигательного аппарата, пройти куст реабилитации в стенах нашего центра абсолютно бесплатно. Главная цель соревнований – развитие адаптивного спорта в нашем регионе. Спортсмены совместно с клубом планируют и другие виды состязаний. А тем временем активисты ОНФ подводят итоги мониторинга в доступности городской среды для лиц с ограниченными возможностями. Свои предложения общественники направят в органы власти и местного самоуправления. Александр Седачев и Евгений Седачев. События. Брянский район. Далее новости экономики и прогноз погоды. Я же с вами прощаюсь и желаю всего доброго. До встречи. Одежда ведущим предоставлена магазином «Оджи». Бум-Сити, второй этаж. Совершенная красота – это не только дар природы, но и работа профессионалов. Специалисты салонов красоты «Бигуди» знают, как всегда выглядеть красиво. Весь комплекс парикмахерских услуг, ногтевой сервис, наращивание волос и ресниц, визаж, грим – ваша красота. Наша работа.